Доктор всех на свете наук, почётный профессор и член-корреспондент, кандидат в кандидаты физико-химико-математических наук с литературным уклоном, Мегамозг Александр Кравченко! Привет, Саш! Привет! Как жизнь твоя? Нормально. Рассказывай, чем ты занимаешься в жизни? Да вот, люблю смотреть таблицы Менделеева там. Серьёзно? И играть. Саш, тебе сколько лет? Пять. А что ты там смотришь в таблице Менделеева? Циферки? Элементы. Я вообще увлекаюсь химией, ещё математикой, физикой, химией, нанотехнологией, космологией. И пытаюсь понять, что такое квантовая математика. И теорию струн ещё изучаю. Да, но это тебе надо в Российскую Академию Наук, а не в шоу лучше всех. Что же я с тобой буду делать? Я же не могу поддержать ни одну тему. Так, теорию струн ты знаешь? Да. Каких струн-то? Струн вселенной. Она гласит, что вселенная это огромный инструмент, который играет для нас ультразвуками. Зачем тебе столько знаний в твоём возрасте? Представляешь, вот станешь депутатом, например, тебе это вообще не пригодится всё. А я не депутатом хочу стать. А кем? Я хочу стать агентом, учёным, фокусником, ещё строителем и следователем. Ты в детский сад ходишь? Нет. Ну правильно, зачем тебе? Тебе и в школу уже не надо ходить, правильно? Да, я как раз хочу сразу в институт. Вот. Точно. Откуда такая тяга к знаниям? Ну, я не знаю, но тётеньки в маршрутках обзывают меня вундеркиндом. Это всегда одни и те же тётеньки в маршрутках? Разные. Постоянно я в маршрутках ездию и что-то болтаю научное. А что научное можно болтать в маршрутке? Не знаю, там, что вот как работает моя машина времени в будущее. О, у тебя машина времени уже есть? Ну, я её придумал, но пока не сделал. С кем ты приехал сегодня? Кто из родных тебя поддерживает в зале? Мама. Мама. Как зовут маму? Лида. Лида, здравствуйте. Здравствуйте. Лида, каково жить с человеком в пяти лет, который умнее тебя? Трудно. Часто ли он объясняет что-то? Наверное, каждое утро начинается с каких-то теоретических выкладок, да? Он давно уже понял, что со мной, в общем-то, говорить не о чем, потому что я в этом не разбираюсь. У тебя, на самом деле, кроме таблицы Менделеева, такой огромный объём знаний, что мы долго думали, как их проверить, эти твои знания. И в итоге мы придумали. На первом канале есть шоу, в котором можно проверить любые знания. И сегодня ты, Александр Кравченко, будешь участвовать в шоу «Кто хочет стать миллионером?» Пойдём. А, Флёна, на это? Может, там будут ответы? Да, когда-то я знал все ответы. Это кресло ещё помнит моё тепло. Максим Галкин и это кресло не виделись девять лет. Я знаю, вы участвовали. Когда-то вы вели эту передачу. Да, когда-то вёл. Ты ещё не родился, когда я вёл эту передачу. Ну да, мне всего уже пять лет, а не сто. Спасибо, дорогой. И вообще, мне теперь тесно. Кресло, мне диван подавай. А я приглашаю сюда, в это кресло, его почётного и настоящего нынешнего владельца, невероятного телеведущего, легенду нашего телевидения, Дмитрий Дебров, настоящий интеллектуалный казах! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИМА! АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую, Дима! Вот у нас Александр Кравченко. Знакомьтесь, Дмитрий. Кто хочет стать миллионером с Дмитрием Дебровым и... АПЛОДИСМЕНТЫ Как вас получит, Сумерсер? Александр Алексеевич. Какую сумму, Александр Алексеевич, вы посчитаете для себя несгораемой? Четыре миллиона. Мне кажется, страна уходит в надёжные руки, Макс. Да, Дима, у этого мальчика свои правила. И для Александра начинается игра, кто хочет стать миллионером. АПЛОДИСМЕНТЫ Как пловцы завязывают ласты? А бантиком, Б морским узлом, С никак, Д на липучке. Никак. И вы правы. Первые пятьсот конфет уходят прямиком в ваш карман. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы тем временем продолжаем. Как записывается факториал числа семь? Семь и два. Квадрате. Семь квадрате. Семь звёздочка. Семь. Семь... Макс, как это считается? Семь решётка. Семь решётка. Семь восклицательный знак. Семь восклицательный знак. Семь восклицательный знак. Ты на меня смотришь? Я не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, я лучше возьму деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ Дима, мы же не можем брать деньги из этой кассы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, я хотел бы задать вопрос от лица наших телезрителей. Что такое факториал, сэр? Факториал? Да, что это? То есть надо умножать последовательное число от единицы до числа, которое перед этим факториалом. Перед восклицательным знаком. То есть 1 умножить на 2, 2 на 3 это 6, 6 на 4 24, 24 на 5 это 120, 120 на 6 это 720 и еще на 7. То есть 4900 плюс 20 это 5040. 5040. Вот что, господа, пойду-ка я лучше в соседнюю студию в программу профессору Малышевой. Дорогой Дима, ко мне вам уже поздно. Оставайтесь здесь. Я вам уже не помогу. А мы тем временем продолжаем. Давайте. В каком состоянии по одной из теорий находилась вселенная до большого взрыва, Саша? А в сингулярном, Б в симметричном, С в холодном, Д в перевозбужденном. Ну это простенько. В сингулярном. Ответ А приносит нашему игроку 3000 конфет. Как звали надоедливую собаку в басне Ивановича Крылова? А. Муму, Б. Ипполит, С. Моська, Д. Каштанка. Вот. Наконец, нам, Саша, удалось найти твое слабое место. Это русская литература. Может быть, какую-то подсказку надо взять? Никогда еще на одного игрока не давили два ведущих с двух сторон. И ни один игрок еще про сингулярное со сцене вселенной Максиме не отвечал. А, вот так вот еще в пять лет. Саша, здесь и дальше всегда спрашиваю маму. Моська? Моська? Да. Он правильно говорит и пять. И пять тысяч конфетов уходит Александр Карат. Что такое Юпитер? А. Планета внеземной группы. Б. Газовый гигант. С. Карликовая планета. Д. Шарообразная насекомая. Какой Юпитер? Юпитер, да. Что это? Газовый гигант. Это Б. Газовый гигант. И точно правильно. Лида, скажите, а чем вы кормите Александра Алексеевича вот с детства? Сладости наши все. Из этого мы заключаем, что сахар действительно идеально способствует строению мозга, да или нет? Видимо, да. Ну, слышишь, у нас уже барабанщик, у него кисти отвалились, которые вот... Тогда надо сказать, что это все-таки газовый гигант Александрович! Совершенно хорошо! 15 тысяч! Самому смешно? Конечно. И вот вопрос на 50 тысяч. Страшно, Александр Алексеевич? Волнительно? Да. Какова скорость света? А. 30 миллионов километров в час. Б. 300 тысяч километров в час. С. 3 километра в секунду. И. Д. 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч километров в секунду. Ответ Д. 300 тысяч километров в секунду. Господа, я заявляю о выходе из цивилизации. Мне решительно нечего делать в ней, когда, суть по всему, будущее планеты в этих руках. Это правильный ответ! Я так и знал! 50 тысяч! Я не знал, что вы зададите такой вопрос про скорость света. А такая ерунда, как факториал с сингулярностью скорость света. Вы же наидеолы, да? Как вас заел этот факториал-то? Послушайте, не то слово, Максим. Какой химический элемент является самым распространенным во Вселенной? А. Водород. Б. Кислород. С. Гелий. Д. Озон. Вы этого не знаете, знать не можете. Водород, потому что он распространен и во Вселенной, и на Земле. И это правильный ответ! А. Чему равна римская цифра L? 500, 50, 100, 5. 500. 500. А, нет, 50. 50. А 500 какая цифра? А 500 это D. Правильно. А 1000? M. А 100? C. Ох ты, молодец какой. Итак, L. Ответ. 50. 50. B. А. 200 тысяч. Ну что же, товарищи, позвольте задать вопрос. Почти на полмиллиона. Переходя через дорогу, Саша, куда надо посмотреть в первую очередь? Налево, B направо, C на светофор, D на КамАЗ. Ну, налево. Налево, направо, налево. 400 тысяч уходят к Александру Алексеевичу в садьи карманов брюк. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Алексеевич, я должен объяснить вам ваше правовое положение. Вы можете взять конфеты, шоколадки, батончики. Деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой группе элементов относится в ТОР? А. Металл. Б. Не металл. С. Газ. Д. Галоген. Галоген. Это Т. Галоген? Да. Да? Ответ Д. Галоген. Чистая победа нашего оружия. Ура! 800 тысяч у меня. Полтора миллиона, чего бы то ни было. Все подсказки сохранены рачительно. Как называются разновидности одного и того же элемента разные по свойствам. А. Аллотропные модификации. Б. Аллегорические свойства. С. Женская логика. Д. Вариативные виды. А. Аллотропные модификации. Это у вас в детском саду проходят? С. Женская логика. Это у нас мама. Мне сказали когда-то аллотропные модификации. А что это? Это разновидности одного и того же элемента разные по свойствам. Ну, а это любой школьник знает. Какой любой? Никто это не знает. Никакой школьник. Да ладно? Да. Ну, где ты? В каком предмете ты проходил аллотропные модификации в школе? Я? Да. По физкультуре. А, тогда да. И я по труду. Более оттуда уже, куда и 800 тысяч. Макс, сколько у тебя людей за твою работу вот в этом кресле до трех миллионов доходи? Раза три, наверное, до миллиона и раза два до трех. Дима, а сколько у тебя? Я скажу, что всего двое. Да, но один из них был Барри Каримович Алибасов. Не правда ли смешно? Саша, знаешь ли ты, о ком мы говорим? Кто такой Барри Каримович Алибасов и знаешь ли ты, что такое группа На-На? Это пятнадцатый вопрос. Нет. Значит, все-таки все на свете имеет альтернативную стоимость. Либо человек знает аллотропные модификации, либо он знает дискографию группы На-На. Три миллиона. Что такое черная дыра? Ага, съели. А. Область пространства времени. Б. Область космоса без звезд. С. Дырка в космосе. Д. Картина Казимира Малевича. Область пространства времени. Без подсказок. Без. Без. А. Область пространства времени. Все правильно. Да потому что я это тоже хорошо знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа. Перед вами уникальный случай, когда игрок... Так мы победили или нет, Дмитрий? Дамы и господа, эта пара победила! Пара? АПЛОДИСМЕНТЫ Лучше всех! Лучше всех! Лучше всех! И главный приз. Я заглянул, мне просто интересно. Интересно, что если Саше дать сейчас 3 миллиона рублей, первое, что он сделает, пойдет купит сладкое. Это же понятно. Нет, первое, что я сделаю, я перееду в Москву. Ну что же, Дмитрий, покажите, покажите Саше содержимое. Пусть Саша думает, что в Москве есть сладкая жизнь. Саша, это твое! Вот как я представлял себе капитализм. Но я даже хотел настоящих денег. Надо сказать, Саша, что, к сожалению, деньги имеют способность растворяться, а шоколад нет. Медаль лучше всех! Самому интеллектуальному мальчику! А также сладкий подарок от наших друзей. Держи. Может быть, Дима, ты после сегодняшней программы пригласишь Сашу в настоящую игру «Кто хочет стать миллионером». Саша, давайте встретимся на этом месте через 15 лет и сыграем на деньги. Договорились? Да. Это были Дмитрий Дебров и Александр Кравченко, который лучше всех! Да!